Новые стенды размещены на стенах в школьном коридоре, чтобы информация была доступна всем ученикам. Ветераны по достоинству оценили труд школьного коллектива. Они запечатлели все значимые переломные события Великой Отечественной войны. Битва под Сталинградом, под Москвой, блокадный Ленинград, Курская дуга. На снимках лица солдат, героически сражавшихся за Родину. После открытия стендов ребята читали ветеранам стихи и отрывки из произведения о войне. Все, что когда-то превозносило нас, как величайшие подвиги по Мерклу. Но этому подвигу, подвигу народа Великой Отечественной войне, суждено навсегда остаться в истории. Затем ребятам были показаны кадры кинохроники о жертвах войны и о том, какой ценой советскому народу досталась победа. А сколько бы городов и селых, и нацисты на земле. Фильм дополнил рассказ ветеранов о зверствах нацистов. Фашистские палачи готовили для нашей Родины такой удар, который мог окончательно разрушить нашу страну. И не только нашу страну. Но Гитлер планировал 70% населения физически уничтожить, а 30%, как правильно сказал Иван Петрович, превратить в рабов. Школьники благодарили ветеранов, которые отстояли великую победу над фашизмом. Фронтовики были тронуты искренностью ребят и теплотой встречи. Мы тоже зарядились оптимизмом, бодростью и как будто на крыльях поднялись в голубую высоту. На ребят встреча с ветеранами произвела неизгладимые впечатления. Общение с ними они запомнят на всю жизнь. Тем более, что таких вот живых свидетелей Великой Отечественной с каждым годом становится все меньше. Я благодарна этим людям за то, что я благодаря им живу в этой стране. И у меня есть определенное чувство гордости за свою страну. Я на них смотрю и понимаю, что это... У меня даже нет слов. Это просто прекрасно, что они еще есть на нашем свете. И то, что они могут нам преподать какие-то важные уроки жизни. В майские дни ветераны в Великой Отечественной приглашают школы особенно часто. И фронтовики, несмотря на возраст, идут к детям, чтобы передать им свои воспоминания о самом тяжелом времени для Отечества. Чтобы помнили. Ирина Пахомова, Игорь Богатырев, Люберецкое районное телевидение.